Военных Хакасий с Днем Защитника Отечества поздравил глава республики в новом культурно-досуговом центре военного городка. Это первое торжественное мероприятие, которое прошло в недавно построенном клубе армии. Попасть на пока еще режимный объект удалось Марии Добрыниной, а также узнать, когда он станет доступен для гражданских. Новый комфортный зал на тысячу человек сегодня начал работать по назначению. Впервые военных Абакана поздравили творческие коллективы города. Мероприятие готовили совместно с администрацией и Министерством культуры. Присутствующие в зале представители силовых структур, ветераны и, конечно, сами военные. Желаю вам несгибаемой воли, надежного семейного тыла, богатырского здоровья, свершения всех ваших пожеланий, высоких достижений в нелегком труде на благо государства. С праздником вас! Сегодня славные традиции, заложенные нашими ветеранами, достойно продолжают действующие офицеры и военнослужащие российской армии, которая снова является лучшей в мире. Я испытываю особую гордость за то, что именно в Хакасии сегодня завершается строительство одного из лучших военных городков. Как уже не раз повторяли военные, все объекты, включая актовый зал, крытую ледовую арену, бассейн, все это будет доступно для всех жителей Хакасии в скором времени. К тому же военный городок станет тренировочной базой для хакасского филиала ЦСКА, который впервые за 30 лет открыт именно в нашей республике. Строительство на территории практически завершено. Столовая, казарма и учебно-спортивный комплекс уже действуют. В культурно-досуговом центре работает кафе, военторг, музей. Еще военнослужащие хотят добавить собственную мини-галерею в холле клуба. Единственное остается, это внутренняя отделка, где будем какими-то панорамами, картинами, картинами полководцев, картинами каких-то битв, сражений. Здесь вот в этом холле будет размещаться. В конкретных сроках, когда же жители Хакасии смогут посещать бассейн, культурно-досуговый центр и каток свободно, пока нет. Мария Добрынина, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия.